Детский сад, парковка и фонтан Новые стандарты строительства живых микрорайонов в Анапе Усилена рама этого моста, то есть внутри запущен еще дополнительный швеллер для более жесткости его Обновили и укрепили. Мост через речку Анапка получил вторую жизнь Символизирует собой один из наших узнаваемых объектов Маяк и парусник. На езде в Анапу появилась новая стела В Краснодаре прошла 31 конференция регионального отделения партии «Единая Россия» Однопартийцы избрали секретаря регионального отделения партии, региональный политический совет и президиум Вместе с Анапской делегацией на конференции была и наша съемочная группа Состав участников конференции весьма серьезный В него вошел заместитель руководителя межрегионального координационного совета партии в Южном федеральном округе Делегаты от отделений партии, региональные и местные координаторы Председатели общественных советов партийных проектов Первый заместитель председателя законодательного собрания Краснодарского края Николай Гриценко Рассказал, что президиум Генерального совета «Единой России» Согласовал количественные составы регионального политического совета 100 человек и президиума, куда вошли 15 человек Партия должна стать более понятной, прозрачной и доступной для людей Именно для того, чтобы соответствовать общественному запросу «Единая Россия» обновляет принципы своей деятельности Съезд принял решение об изменении в структуре и полномочиях руководящих органам региональных отделений партии Согласно решению съезда партии, президиум регионального политического совета Теперь будет коллегиальным руководящим органом И уже через несколько минут Николай Гриценко получил еще одну должность – партийную Путем тайного голосования он был избран секретарем регионального отделения «Единой России» А глава нашего города Юрий Поляков – в состав Краевого политсовета Работа Анапского отделения руководителя фракции в муниципальном совете Леонида Кочетова была отмечена особо Елена Некрасова в партии 12 лет Занимает должность заместителя секретаря Анапского местного отделения «Единой России» Под ее руководством на курорте реализуется один из важных проектов, направленный на улучшение качества образования На конференции руководство высоко оценило ее вклад в общее дело Однопартийцы вручили благодарность и поздравили Елену Анатольевну с днем рождения На сегодняшний день, если будете в нашем муниципальном образовании, конечно, первая очередная задача стоит Это строительство школ и детских садов Потому что количество детей увеличивается и с учетом миграции, и рождаемости у нас хорошая Поэтому мы ставим, прежде всего, задачу обеспечить школами, детскими садами детей Делегаты рассмотрели порядка 15 вопросов и единогласно утвердили все постановления Также были подведены итоги 2018 года и рассмотрен план работ на 2019 Мы решали вопросы реализации партийных проектов Как известно, их 14 федеральных, в том числе и мы также работаем в их реализации И благодаря именно ответственным координаторам партийных проектов Также председателям Совета общественных партийных проектов Они, так сказать, более благополучно решаются Работа партии в этом году началась активно Сейчас единороссы запускают еще один проект «Политический лидер Кубани» Его задача – привлечение в ряды молодых и активных граждан Краснодарского края Никита Бойко, Руслан Душевский, Анапа. Регион Социально ответственный бизнес – именно такая формулировка Больше всего подходит к строительной компании, которая возводит жилищный комплекс «Черное море» Подходить комплексно – такую задачу поставил губернатор края Помимо самих квартир здесь будет свой детский сад, парковка на 800 машиномест и даже фонтан Оценил будущий жилой микрорайон глава Анапы Юрий Поляков О новых стандартах застройки в нашем материале Первым делом здесь начали строить детский садик на 200 мест Закончить пообещали главе Анапы к концу этого года Площадь дошкольного учреждения более 5000 квадратных метров Изначально это должно было быть двухэтажное здание, но потом проект изменили Мы где-то пошли на расходы в 4-3 миллиона рублей, но у нас в этом садике будет 1700 квадратных метров сухих подземных помещений Они наполовину в земле, наполовину снаружи То есть прачки мы убрали вниз, котельные Будет в жилищном комплексе и своя подземная парковка на 300 мест Дополнительно на 500 сделают на участке рядом с домом У нас нет парковок возле подъезда Мы убрали все парковки плоскостные, вынесли в дороги Но это правильное решение У каждого должна быть парковка Тогда может быть мы рано или поздно избавимся от тех машин, которые стоят на улицах Парковки нужны, необходимы и должны быть Это касается всех застройщиков И вы, чтобы это знали и понимали, что мы не сможем по-другому По-другому и не может быть Здесь застройщик полностью поддерживает главу курорта Если бизнес пришел всерьез и надолго, необходим комплексный подход Садик, парковка, уже как бы это все Снимается много вопросов о проблемах у людей Когда куда детей везти Помимо сугубо практичных решений Не обошел вниманием застройщик и вопросы эстетики будущего жилищного комплекса Здесь помимо благоустройства территории Уже приступили к строительству фонтана Сейчас идут работы по заливке 15-метровой чаши Фонтан будет расположен на въезде в город со стороны станицы Анапской Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа-регион Новая стела будет встречать гостей на въезде в Анапу со стороны Тимрюка Ее идея проста и понятна Маяк, который указывает путь к кораблю В числе первых оценила стелу наша съемочная группа Ширина новой конструкции 5 метров, высота 4, вес почти тонны Сделали стелу всего за месяц Больше хлопот доставил демонтаж старой В районе Джигинки мы производили демонтаж старой стелы Которая устарела На демонтаж потратили мы 4 часа Этот проект не имеет аналогов, говорят подрядчики При создании новой архитектурной формы использованы самые современные материалы В ночное время, благодаря светодиодной подсветке, ее можно будет увидеть издалека Со всех сторон будет так называемый бегущий огонь Город наш растет, развивается, поэтому нам необходимы символы, узнаваемые какие-то формы архитектурные Мы продолжаем программу по развитию узнаваемости нашего города И в связи с этим была разработана и установлена стелла на одном из основных въездов в город На трассе Анапа-Крым Разработана она была отделом архитектуры и дизайна администрации нашего города Символизирует собой один из наших узнаваемых объектов Это маяк, который указывает путь к плывущему паруснику Они украшают наш город, являются достопримечательностью И привлекают людей И они будут в скором времени, я думаю, на сувенирной продукции, на разных магнитах Это уже четвертая стелла, которая появилась за последний год по поручению главы Анапы Юрия Полякова Первая символизирующая яхту была установлена на въездной трассе со стороны Новороссийская К открытию курортного сезона 2018 Вторая солнечная Анапа на трассе со стороны Крымского моста Еще одно визуальное украшение на пересечении улиц Крестьянской и Крымской Анна Жукова, Анапа-Регион Обновленный мост через Анапку, современная система освещения В скором времени получат жители и гости курорта По поручению Юрия Полякова Сейчас его укрепляют, меняют покрытие и перила Этот мост не только соединяет два берега Он является частью уникального теренкура Тропы здоровья длиной в 45 километров Подробности у наших корреспондентов Таких непрерывных пляжей, как в Анапе, нет больше нигде на Черноморском побережье Здесь занимаются бегом, скандинавской ходьбой, гуляют с колясками Однако в январе, во время паводка, мост пришлось временно демонтировать Теперь начались восстановительные работы На данный момент идет работа по монтажу закладных Мы сейчас навариваем определенные пятаки На которые будут крепиться перила Освещение, фонари Объем работ большой Достаточно серьезный Потому что за безопасность граждан Получается в ответственности те, кто производит этот ремонт Последний раз переправу ремонтировали 7 лет назад Морская соль, влажность и ветер не пощадили его Коррозия сильно повредила металл При подробном тщательном осмотре этого моста Мы решили немножко увеличить срок нашей работы И более серьезно, детально проработать укрепление этого моста То есть сейчас на данный момент проведены такие работы Усилена рама этого моста То есть внутри запущен еще дополнительный швеллер для более жесткости его Сейчас будут смонтированы старые перила И установлена труба с закладными под установку новых перил Уже более эстетичного вида Сварочные работы под мостом будут с лодки Вот какие сложности ожидают рабочих Мы помним, когда еще вот этот мостик был очень маленький И людям было настолько неудобно ходить А этот, конечно, нужен Потому что большой поток людей проходит для этого очень много И подольше погулять можно на ту сторону сюда Но в шество этого года сразу за мостом будут дорожки для маломобильных граждан Перед этим укрепят берег Для освещения будут установлены современные фонари Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа, Регион Сегодня мы празднуем Татьянин день А в понедельник во всем мире отметят Международный день без интернета Но так вышло, что герои нашего следующего репортажа Без всемирной паутины свою жизнь уже и не представляют Они герои Ютуба Количество их подписчиков давно перевалило за 100 тысяч Чем так привлекает к себе внимание братья Давидян В нашем сюжете Летом Анапа превращается в столицу фестивалей Но для уличных танцоров нет понятия начала и конец сезона Зимой братья Давидян занимаются в помещении Чтобы летом выйти на набережную с очередным танцевальным шоу Уличные танцы давно стали визитной карточкой Анапы В 2017 году Сунат даже прошел кастинг в шоу танца на ТНТ в Краснодаре Я был 2579, наверное, там 8000 участников общей сложности было Потанцевал, но они сказали очень оригинально Очень круто, как бы, да, ты как бы создал так Певец сам по себе оригинальный и твой танец Но они не сказали ничего Жду, жду, нету звонка Прошла неделя, ну я уже думаю, ладно Значит, значит не время пока что А потом через 10 дней позвонили с Москвы Сказали, покупайте билеты Братья-танцоры Суната Виталий самоучки Но их знает танцевальная общественность многих стран мира Они выступали в Таиланде Среди зрителей были американцы, индусы, корейцы Специального образования не получили Один пробовал изучать компьютеры, другой налоговую систему Но сердцу не прикажешь На чемпионате мира по брейк-дансу Младший Сунат стал лучшим среди представителей стран СНГ А старший отучился на фитнес-тренера международного класса Братья-акробати никак не могут поделить поклонников На двоих у них 110 тысяч подписчиков Танцы – это моя жизнь Я очень люблю лето Так как в основном мы летом танцуем на улице Люди нас смотрят, фоткаются с нами Ну, как бы, такие приятные ощущения Когда люди подходят, фоткаются, узнают Это очень приятно И людям нравится то, что мы делаем Вот это самое главное Сегодня у братьев уже появились ученики Семилетняя Офелия за один день научилась делать стойку на голове Даже интервью дает вверх ногами Я люблю танцы Почему? Потому что мне нравится Владислав учится вейвингу 7 месяцев в Анапе И за ее пределами он известен как Человек-волна А это Человек-вертушка Денис Каждый пытается найти в нижнем брейке что-то свое А для Дениса это смысл жизни Танцы – это моя жизнь Я с ними занимаюсь с детства И буду продолжать всегда танцевать Не переставать Все начиналось с выступлений на улице Сначала Виталий и Сунат танцевали вдвоем Потом у братьев Довидян появились последователи Сегодня в их команде почти 30 юных танцоров А еще у них есть мечта Открыть собственную школу стрит-дентинга Анна Жукова, Михаил Григорьев Анапа-регион Все выпуски новостей на нашем сайте Анапа-регион.ру А на этом я с вами прощаюсь Всего доброго Государственная инспекция безопасности дорожного движения Предупреждает водителей Не нарушайте скоростной режим Берегите свою жизнь и жизнь своих близких Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова